Здравствуйте! В эфире «Арсенал» в студии Владимир Бурко. В нынешнем году военные авиаторы вновь поборются за медали в одном из наиболее зрелищных конкурсов армейских международных игр – авиадарти. Несмотря на то, что до стартов остается более полугода, пилоты уже начали подготовку к состязаниям. За тренировками наблюдал наш специальный корреспондент Владислав Кирий. С первых дней января у пилотов смешанной авиационной базы началась интенсивная боевая подготовка. Как заведено в военно-воздушных силах, летные смены нового года открывают командирские полеты. Основные задачи – это проверка летно-методических навыков наших летчиков и инструкторов. И сегодня выполняем полеты в приборных метеоусловиях. Выполняем проверки по видам летной подготовки и метеоусловиям. И выполняются проверки на класс. Командиры отрабатывают наиболее сложные элементы, в том числе пилотирование на предельно малых высотах и посадку с использованием радиолокационных систем. В небо поднимаются все типы воздушных судов – винтокрылые Ми-24 и Ми-8 различных модификаций – транспортники Ан-26 и Ил-76. Процесс обучения идет именно от командиров отрядов и выше. То есть командир отряда – это уже состоявшийся летчик, состоявшийся методист. То есть тот человек, на которого возлагается в перспективе большая надежда. На земле все досконально, полностью отрабатывается. После этого непосредственно переходим к практике. Все летчики летают так, как летали когда-то их инструктора, те люди, которые их учили. Поэтому это откладывает очень большой отпечаток на летный состав, молодой, который только приступает к данным видам полетов. Пилоты вертолетов Ми-8 отрабатывают перевозку грузов на внешние подвески и посадку авиакомплекса на необозначенную площадку. Причем не только днем, но и ночью в сложных метеоусловиях. Выполняют контрольные полеты в облаках с объединением посадочных систем. Знание полетного упражнения, знание особых случаев. В основном, как летчик будет показывать, обучать в последующем своих подчинениях. Эти полеты я раньше выполнял, но только в качестве командира экипажа. А сегодня получил допуск в качестве летчика-инструктора. В эти дни авиаторы начали и подготовку к международным стартам. Специальную программу для участия в армии 2018 отрабатывают шесть экипажей на военно-транспортных вертолетах Ми-8 и боевых Ми-24. Конкурс авиатарства вообще подразумевает участие молодых экипажей. Поэтому у нас, как правило, всегда идет каждый год обновление. Но это подстегивает нас также к интенсивной подготовке всех категорий военнослужащих. Как летный состав, так и инженерно-технического. Пилотаж, разведка, применение средств поражения по наземным целям. На международных соревнованиях военным пилотам предстоит выполнить классические задачи. При цели авиаторов неизменно медали высшей пробы. В эфире «Арсенал». О новостях армейской недели в нашем информационном обзоре. В белорусской армии в соответствии с решением министра обороны проходит комплексная проверка готовности и способности ряда соединений и воинских частей выполнить задачи по предназначению. Общее руководство проводимыми мероприятиями возложено на начальника генерального штаба генерал-майора Олега Белоконева. Особенность экзамена первоочередная – задействование частей постоянной готовности. В ходе испытаний предусмотрено совершение подразделениями маршей в назначенные районы выполнение упражнений контрольных стрельб на полигонах Обуз-Весновский, Горский и Борисовский. «Данная проверка разделена на три этапа. В ходе первого этапа проверки подвергаются соединению воинской части сил немедленного реагирования. Проверка проводится комплексно, поэтапно. Те части, которые получили распоряжение, выходят в районы погрузки, совершают марш в назначенные полигоны, где будет проведена их оценка в ходе выполнения стрельб из вооружения боевых машин, пехоты, танков, а также будет проведен ряд тактических и тактико-специальных учений». Руководство Министерства обороны встретилось с активом Белорусской общественной организации солдатских матерей, которая накануне отметила свое 25-летие. Военным ведомствам высказаны слова признательности женщинам за весомый вклад в сплочение воинских коллективов, «Помощь в проведении профилактической работы в войсках». За четверть века обстановка в армии радикально изменилась. В более чем 90% воинских частей нет происшествий и преступлений. В этом отмечена немалая заслуга объединения солдатских матерей. «Без взаимодействия с Министерством обороны мы проблему этого не решили бы. Мы получаем сообщения от ребят, и письма, и устные сообщения. Они выражают просьбу, чтобы мы приехали, помогли, разобрались на месте. Мы приезжаем, изучаем вопрос. Ну а если он довольно сложный, мы обращаемся к Министерству обороны и совместными усилиями решаем ту или иную проблему». В Бресте прошли состязания названия лучшего командира десантного батальона, роты и взвода сил специальных операций. В программе соревнования – вождение техники, стрельба из боевых машин, решение тактических задач. В этом году в профессиональном турнире приняли участие более 50 офицеров. Армейская наука – область, в которой военная академия неизменно работает активно. В ее стенах рождаются и воплощаются самые смелые проекты. Накануне профессионального праздника военных ученых наш корреспондент Наталья Гаврусик заглянула в лаборатории ВУЗа и узнала, какие разработки повлияют на эффективность войск в ближайшем будущем. Остановился на день, отстал на год. В военной академии знают, когда дело касается изысканий, держать руку на пульсе всего нового, как дышать. Жизненно необходимо. Только в минувшем году здесь проведено порядка 95 научно-исследовательских работ. Защищено 11 диссертаций. Такой темп предполагает непрерывное вовлечение в науку молодых умов. За 2017 год порядка 730 курсантов приняли непосредственное участие в научно-исследовательских работах в рамках военно-научных обществ. Конечно, помогает нам производить отбор наиболее талантливых курсантов, формировать из них резерв научных кадров. Именно ученым принадлежит роль связующего звена между производителями конкретного вооружения и заказчиками в лице Министерства обороны. Они работают над тем, чтобы армия вовремя получила именно тот образец, который необходим в конкретном роде войск. Ученые могут на понятном языке сформулировать четкие требования для производителей, предусмотреть возможность модернизации, предусмотреть на перспективу характеристики, сформулировая это в виде конкретных тактико-технических заданий и впоследствии, проводя военно-научное сопровождение, создание таких разработок. Сейчас на стадии экспериментальных исследований один из свежих проектов – аппаратура прикрытия от систем радиолокационной разведки воздушного базирования. Портативный прибор устанавливается на отдельном танке или зенитно-ракетном комплексе. Излучая активные помехи, он может сделать невидимой для самолетов-разведчиков целую колонну техники. Мы переходим на принципиально новый тип радиоэлектронной защиты, основанный на создании сигналоподобных помех, то есть помех, которые воспринимаются радиолокаторами как нормальные сигналы. Мы не хотим подавить, мы хотим их обмануть, сымитировать ложную обстановку, которую бы они воспринимали как действительную, то есть дезинформировать противника. Разработка с условным названием «Мираж» совмещает в себе кардинально новые принципы, функционирования, удобство в применении и на порядок меньшую стоимость в сравнении с аналогичными образцами. Первая и главная задача, которую нам предстоит решить в текущем году, это проведение натурных испытаний данного оборудования с конкретными системами радиолокационной разведки, по результатам которых уже можно будет предметно говорить о возможностях данного оборудования. Еще один проект в этой области обобщает многолетние наработки специалистов кафедры радиолокации и приемопередающих устройств. Речь идет о системе обработки информации, которая поможет оператору РЛС ориентироваться в сложной помеховой обстановке и отличить реальные цели от ложных, а также даст возможность анализировать и прогнозировать траекторию перемещения воздушных объектов, даже если это очень компактный и тихий летательный аппарат. Число воздушных объектов, самих летательных аппаратов, оно резко возросло. Появились такой целый пласт дроны, значение которых было раньше сугубо военное, а сейчас они находятся в большее применение в гражданской сфере. Но и как раз в этой связи очень актуальным является защита конфиденциальной информации. Пропорционально возросшим техническим возможностям радиолокационных станций уменьшается процент влияния человеческого фактора. При этом приоритет принятия решения остается за специалистом, а не за машиной. Главная достоинство современных станций заключается в том, что они практически полностью автономны, и данные от них поступают в единый центр обработки. Тем самым, первое, сокращаются затраты на содержание обслуживающего персонала, а с другой стороны появляется возможность получить доступ к информации практически в любой точке страны, находясь на большом удалении от радиолоката. Обоснованность каждого принятого командиром на поле боя решения, прогноз его последствий, вариативность развития событий, предмет изучения специалистов научно-исследовательского центра, моделирование военных действий. На цифровой карте реально существующей местности ученые могут создать любую обстановку для войск, рассчитать эффективность каждого отдельного участника боестолкновения. За прошедший год нами созданы комплексы имитационных моделей для обоснования и поддержки решений по тематике сухопутных войск и по тематике сил специальных операций. Моделирование начинается от уровня отдельного подразделения, взвода, рота до батальона включительно. Воевать не числом и умением. Сегодня конкретный навык, характеризующий уровень владения военным искусством. Ученые активно внедряют моделирование в учебный процесс. Это значит, наука побеждать выходит на качественно новый уровень, в котором эффективность управления войсками можно измерить, а значит и максимально повысить. В Белорусской Государственной Академии Авиации состоялся очередной выпуск. Под сводами Зала Победы, Музея Истории Великой Отечественной Войны выпускникам вручены дипломы и знаки об окончании вуза. С каким багажом специалисты приходят войска, узнавала Светлана Смык. Полет начинается на земле. Этот принцип курсанты Белорусской Государственной Академии Авиации усваивают с первых дней обучения. Обеспечить летчикам твердое покрытие под шасси и бесперебойную работу всех систем авиакомплекса трудоемкая, высокоинтеллектуальная и чрезвычайно ответственная задача. Мы делаем все одно дело. Инженерно-аэродромное обеспечение полетов, аэродромно-техническое обеспечение полетов авиации. Без нашей работы невозможен взлет самолета, невозможно выполнение поставленных боевых задач. Зачеты в этом вузе сдают сначала на бумаге и компьютере, а затем на реальных образцах воинских частях. Как правило, к пятому году обучения курсанты кафедры средств наземного обеспечения полетов профессионально эксплуатируют и восстанавливают профильную технику. Мы изучаем организацию и конструкцию эксплуатации техники, которые обслуживают воздушное судно. Под новые типы летательных аппаратов приобретаются, соответственно, новые образцы средств наземного обеспечения полета. Мы широко внедряем в образовательный процесс все новые образцы. Не только осваивать, но и самим создавать перспективное оборудование – часть учебного процесса. Для курсантов, проявляющих способности к науке, в вузе открыты двери всех лабораторий и мастерских. Если есть конструктивная идея, значит, будет и воплощение. Один из свежих примеров – масштабированный макет аэродрома. Прекрасное наглядное пособие, аналогов которому в Беларуси нет. Естественно, старались выдержать все те требования, которые предъявляются к аэродрому авиации. На макете детально изображены все элементы парка авиационной части, что позволяет нам использовать данный макет не только при изучении дисциплин, касающихся эксплуатации аэродрома, но и дисциплин автотехническо-литрогазового обеспечения, техническая эксплуатация, ремонт автомобильной и специальной техники. Одна из перспективных специальностей – беспилотные авиационные комплексы боевого управления. Беспилотники помогают сэкономить время на принятие решений, повышают эффективность применения оружия. Однако успешное выполнение задачи дроном зависит прежде всего от профессионализма оператора. Старт вышки. В квадрате 35-40 обнаружен автомобиль. Движется в северо-западном направлении. Я выполняю тренировочный полет, полет по маршруту. Это отработка на тренажерах с выполнением задания воздушной разведки. Мы отрабатываем подготовку на Берку-2. Наши курсанты, старшие курсы, уже полностью выполнили первую программу до самостоятельного управления беспилотным летательным аппаратом «Москит». И уже выходит, уже подготовлены до самостоятельного управления включительно. Пять лет назад Михаил Мойса стал одним из первых, кто поступил на новую специальность. Сегодня он без пяти минут офицер. По моей специальности, в принципе, очень широкие комплексные мероприятия, которые я должен выполнять. Это как дешифрирование объектов, опознавание целей, проведение разведывательных операций, составление разведдонесений и фотосхем. Широкие технические возможности, перспективность и востребованность профессии. Это делает военный факультет Академии авиации популярным среди абитуриентов. Здесь готовят классных специалистов, умеющих быстро набирать высоту и заглядывать за горизонт военного дела. Именно такими и должны быть офицеры будущего. Воспитанники детского дома из Андреевщины провели выходной день в Минске. Экскурсию подопечным организовало Министерство обороны. Впечатлениями от встречи со столицей гости поделились с нашей съемочной группой. Январская поездка в Минск для воспитанников детского дома подорше уже традицией. Каждый год военные готовят для подопечных новую программу. На этот раз экскурсия началась с историко-культурного комплекса под Заславлем. Наши друзья Министерства обороны Республики Беларусь радуют нас не только новогодними подарками, но развивают нас духовно, нравственно и патриотически. В этом году у нас очень интересная программа. Мы, конечно, все не представляли, что будет так. Это все масштабно, много всего интересного, того, что мы раньше никогда не видели. Огромный музей под открытым небом сразу пришелся ребятам по вкусу. Каждый экспонат – повод для фотографий и множество вопросов. Я заметила, что глаза у них горели, и когда экскурсовод рассказывал им это, они действительно были настолько проникнуты этой атмосферой. Вспоминали фильмы, вспоминали, где что-то они слышали из истории, из уроков, и получался действительно очень интересный диалог. Обычно, если мы читали историю, то это как-то написано, а так мы могли это даже увидеть. Очень интересно, хорошие экскурсоводы. Главная остановка на экскурсионном маршруте – Национальная библиотека. Знаменитый белорусский «Кристалл» большинство ребят увидели впервые. Мне понравились памятники. Нам рассказали, сколько тут компьютеров, сказали количество книг, сколько сюда приходит человек. Потом есть зал картин, который обновляется каждый месяц. Со смотровой площадки «Минск» как на ладони. Многие воспитанники мечтают в будущем приехать в столицу учиться и работать. Свои заветные желания перед отъездом дети мысленно повторяют у символичной инсталляции – гранитного шара, который вращает поток воды. Это шар, до которого дотрагиваешься, и можно загадывать желание, и говорят, что оно исполнится. Я думаю, все может быть. Верить в волшебство несложно, если рядом есть надежное плечо сильных людей, готовых помочь воплотить планы. Для детей из Андреевщины – это офицеры Министерства обороны, которые ни словом, а делом показывают, что внимание и поддержка для ребенка – лучший подарок. Мы продолжаем проект «Армия. 100 лет истории». Процесс строительства вооруженных сил независимой Беларуси прошел несколько этапов. В начале этого пути было допущено немало ошибок. Реальное формирование военной организации суверенной страны началось только в середине 90-х. В 1994 году для подготовки концепции военной реформы создается рабочая группа. под руководством Академика Национальной Академии Беларуси Евгения Бабосова. Его заместителем становится начальник главного штаба вооруженных сил генерал Леонид Мальцев. Уже в марте 1995-го Совет Безопасности утвердил концепцию национальной безопасности. Строительство армии встало на надежном, а главное – научно обоснованном фундаменте. Любая концепция рассчитывается не только на современное состояние, но и на перспективу. Вне всяких сомнений, концепция 1995-го года отражала все те изменения, которые произошли с объявления независимости. Вне всяких сомнений, она определила национальную безопасность как состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства. Она определила всю систему национальной безопасности и на то время, как мы будем обеспечивать военную безопасность. В 1996-му году в рамках реформирования вооруженных сил удалось решить проблемы с созданием органов военного управления – подготовки кадров. Был большой некомплект офицеров. К сожалению, не было даже у нас, не то что школы, вообще не было системы подготовки прапорщиков. Учебные центры у нас были разбросаны по всей республике. Мы организовали единый учебный центр, что дало возможность с одной стороны сконцентрировать все в одном месте и резко уменьшить отрыв от боевой подготовки. В 1995-96-м годах было сделано то, что казалось для многих невозможным. Военнослужащих освободили от исполнения несвойственных им задач. Главным стал принцип неуклонного выполнения распорядка дня, расписания занятий и стопроцентного нахождения личного состава на занятиях по боевой подготовке. Мы начали оперативно закупать и внедрять тренажеры по различным направлениям. Это, с одной стороны, улучшило эффективность подготовки личного состава, а с другой стороны, уменьшило затраты на эту подготовку. 17 мая 1995 года издан указ главы государства о создании Военной Академии Республики Беларусь. В новом ВУЗе приступили к подготовке кадров для сухопутных войск и специалистов для соединений и частей противовоздушной обороны. Но армия нуждалась в профессионалах гораздо большего количества профилей. Были развернуты военные факультеты в высших учебных заведениях. Это тоже уникальное не только для нашей страны явление. Военный факультет стал готовить кадровых офицеров, ну, соответственно, по специальностям родственным, которые готовят ВУЗ. Кстати, самый первый факультет, на котором мы опробовали вот эту систему, был открыт как раз в Медицинском университете. Военные факультеты, они дали не только возможность сократить количество кафедр, там, преподавателей в военной академии, что тоже экономически выгодны. Большая убыль летного состава, вызванная оттоком авиаторов из Беларуси в другие республики СНГ, вызвала острый дефицит летчиков. Актуальной стала проблема создания национальной военной авиационной школы. У нас не было ни одного летного училища. И, соответственно, готовить летчиков за рубежом, ну, во-первых, это дорого. Ну, во-вторых, мы должны готовить на те типы самолетов, которые у нас. Очень трудно это шло, потому что, когда начали отработку вопросов, некоторые, даже большие начальники, говорили, что это невозможно, что это мы не потянем. Вопреки мнению скептиков, в 1995 году в военной академии появился авиационный факультет. Это очень был важный шаг. Во-первых, мы очередной шаг к независимости, то есть мы готовим сколько надо летчиков своих сами. И это в финансовом отношении намного дешевле для себя. Ну и потом те же рабочие места, это тоже немаловажно. Первичные летные навыки будущие пилоты приобретают на планерах и вертолетах СССР. Затем проходят стажировку непосредственно в армейских авиабазах. В летные части выпускники авиационного факультета приходят с квалификацией летчик третьего класса. Подобный практикоориентированный подход обучения реализуется во всех военных вузах. Начиная учебный центр по подготовке младших специалистов, школа прапорщиков, дальше военные факультеты, военная академия, дальше командно-штабной факультет, он тоже был раньше открыт, и факультет генерального штаба как высшее стратегическое звено. И таким образом мы создали свою национальную систему подготовки военных кадров, которая сейчас успешно функционирует и решает все стоящие перед ней задачи, причем решает на высоком качестве. Начиная с 2001 года вооруженных силах начали ежегодно проводить крупномасштабные учения. Они сыграли огромную роль в определении направлений дальнейшего строительства армии и опробировании новых подходов обучения войск. Об этом в следующей серии проекта «Армия. Сто лет истории». Вы смотрели «Арсенал». С вами был Владимир Бурко. Следите за актуальными армейскими новостями на сайте воентв.мил.бай и подписывайтесь на наш канал в YouTube. Всего доброго! До встречи на телеканалах «Беларусь-1» и «Беларусь-24». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова